Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос не такой уж простой и легкий. На самом деле это глубокий вопрос. Я вам хочу сказать, что все поголовно депутаты Госдумы обращаются к колдунам и магам. Ну все. Вы понимаете? Там по коридорам бегают эти маги-гадалки, которые им оказывают услуги. Но это такие простенькие депутаты. Ну типа вот этого Вастрецова, который внес на голосование или собирается вносить только вопрос о мошеннических действиях колдунах. Но как он будет определять эти самые мошеннические действия? По заявлениям в ментовку что ли? Ну так это же смешно. Как на мага можно подать в ментовку, а не боится он получить обратку? Нет, конечно, если он уверен, что его маг это мошенник. Ну тогда может быть просто не впускать к себе в кабинет. Или они тебя уже обманули. И ты решил сделать вот такой вот, вот такой себе закон, которым ты будешь защищаться от тех самых колдунов и магов. Но, кстати, я по поводу того, что там бегают колдуны и маги у них в Госдуме. Некоторые депутаты, так скажем, с более солидным карманом, с большим карманом, которые, ну, очень давно сидят в Госдуме. И поэтому их нули на счетах, я не знаю, сколькими, сколькими нулями или сколько очередей в этих нулях наблюдается. Так вот, один из депутатов, который живет в Женеве, он работает в Госдуме, конечно, но живет в Женеве. И он купил себе площадку на горе Салев и открыл там буддийский монастырь. И вот там-то у него, наверное, настоящие маги и колдуны. Он их кормит. Целый буддийский отряд, целый монастырь он кормит на горе Салеву. Кто бывает в Женеве, поезжайте, поднимитесь в кабинке на эту гору Салевы и увидите тот самый монастырь. Там тоже, конечно, оказывают услуги. Но как их считать? Когда вот такой вот буддийский монах тебе расскажет, раскачиваясь о твоем будущем двумя-тремя словами ни о чем. Ну вот как здесь посчитаешь, мошенник он или не мошенник? К кому предъявлять? К их владельцу, депутату Государственной Думы предъявлять претензии? Или еще, как на него подавать? Потому что он не по собственной вине оказался в этом монастыре, а его сюда привез депутат Государственной Думы. Ну вот такие вот у нас пироги пекутся в Государственной Думе. Еще расскажу я вам о штате. Да, сначала вам зачитай. Очень интересно мне прислали комментарий по этому поводу. И вот здесь очень грамотный человек пишет. У всех власть присутствующих, власть держащими язык, даже особенно не поворачивается их называть. Есть целый набор элементов и окружения, достойное внимания Великой Инквизиции. И это правда. Я вам могу сказать, как человек не чуждый, скажем, кремлевских коридоров в прошлом. Могу сказать, что это правда. Их самих на костер, хоть сейчас, на дрова, ред сквер тащи. По Думе пройдешь. Там буддийские храмы в кабинетах депутатов, иконостасы, мощевиками на гробы похожие, и шаманские бубны, и тибетские чаши. И, естественно, пул магов-целителей, шныряющих по коридорам и по рекомендациям в поисках новых адептов и абонентов. Абонентов, да. Депутат, видимо, обратился и понял, что, сука, дорого обходится знание о будущей счастливой жизни и устранении конкурентов и недоброжелателей. Да и рейтинг делать надо себе, а то перестанут ехать ходоки из региона и вести дары царские благодетелю, типа своему защитнику их прав в белокаменной. Примитивно, конечно, пошло и даже смешно. А всерьез-таки принимать истории близко к сердцу бесперспективно. Видите как? В каждом правительстве, я вам хочу сказать, в каждом правительстве есть вот такие отряды магов. Более того, такие отряды магов существуют еще и в каждом министерстве. Ну, я где-то рассказывала в своих роликах, что у Анатолия Чубайса три мага постоянно рядом с ним. И поскольку на Анатолия Чубайса народ выплескивает свою жалочь, такой вот ненависть, то эти три мага быстро усыхают рядом с ним. Они вот ходят с такими черными кругами под глазами. Они, конечно, все делают правильно. Рассаживаются рядом, когда идет конференция или прием, или вообще Анатолий Чубайс дает интервью. Они где-то треугольничком так садятся, чтобы защитить его. Но, однако же, это тоже не помогает. Причем треугольник-то у него правильный. Два мужика, одна баба. Ну, конечно, правильный треугольник. Однако же, вот, гибнут быстро рядом с ним все маги и колдуны. Ну, вот здесь мне как раз по этому вопросу, по этому поводу статью я поместила у себя. И задали вопрос, что в Женеве много ли таких мудрецов из России? Ну, я вот вам рассказала о горе Салевы, где буддийский монастырь разместился. Это один из депутатов Государственной Думы разместил свой собственный буддийский монастырь. Видите, как можно хорошо зарабатывать, будучи депутатом. Понимаете, будучи магом, ну, невозможно столько заработать. Хотя я знаю одного мага из Сибири, который дает такие вот коучинги. Которые, ну, он еще другими вопросами занимается, которые хорошо зарабатывает. Ну, вот, что касается вопросов ко мне, конечно, по поводу, что творится в Женеве или еще где-то вот с этими магами. Да, сюда приезжает очень много магов. И когда-то я довольно плотно дружила со всякими магами и колдунами, особенно кремлевскими. И могу я вам сказать, что, конечно, поступая на службу в Кремль, эти маги много чего могут, наверное. Не могу сказать, что слишком, потому что тот, кто слишком может, тот должен укрываться. Он должен понимать, что с ним сделают дальше. Ну, вряд ли отпустят такого мага живым, если он действительно что-то может. Его постараются убить. Ну, это стиль такой, стиль вообще людей. Люди-то гнилые, они не отпускают от себя таких вот магов и колдунов. Однажды у меня был случай. Я уж теперь все рассказываю, потому что, понимаете, ну так вот получается в моей тоже жизни, что встречались мне, встречались на моем пути и маги, и колдуны, и кремлевские пулы магов. И расскажу вам о том, что, скажем, в Кремле, потому сегодня идет перестройка, потому что вот такие маги, как глава администрации Вайна, который возглавил администрацию президента России, они, конечно, под себя переделывают. 14-й корпус ломают, основной 14-й корпус, старое здание ломают. И вот под всей Красной площадью, насколько я понимаю, существует такой вот огромный магический знак. Потому она и называется площадь. Вообще, где есть площади большие в городах, там всегда под ней есть магическое пространство. То есть то место, оно обычно делается в виде желобов, куда стекает кровь там или еще что-то. Но, во всяком случае, делаются там жертвоприношения или воздаяние богам. Это делается под площадями городов в центре. Но то же самое делается и на Красной площади. Ведь недаром нам байку рассказывают и легенду о том, что на лобном месте, на Красной площади рубили головы и кровь текла. На самом деле, там рубили головы, может быть, только вот в тот период, когда Николай Второй правил. И Краснопузоя, Ленин, Сталин и все остальные. Ну, тогда, может быть, рубили головы, но я вас уверяю, не так прилюдно, потому что народ-то они все-таки побаивались. Это рубится, но неприлюдно. Обычно это делается в ночи, в ночи такой большой и темной после ритуалов. Вот там это все происходит. Поэтому и отцеплена Красная площадь, поэтому она и закрыта домами, чтобы, не дай бог, кто туда просочился, когда это нужно. Так вот, я, конечно, подтвержу слова этого человека, что инквизиция нужна на Кремлевский пул колдунов. Вот там действительно разгулялись эти парни не на шутку и страну отправляют в преисподнюю. Надо сказать, сегодня, вот что такое, когда колдуна поставили у власти, причем, ну, я так понимаю, неграмотного колдуна, технаря. Но, однако же, вернемся теперь еще раз мы к статье. Я хочу сказать о том, что когда-то у меня тоже был такой вот опыт на рубеже. Еще не очень-то мы много что понимали. Это были 80-е годы, конец 80-х годов. И к нам в Женеву приехал Алексий, который потом стал патриархом, и Кирилл, который сейчас патриарх всея Руси. Но Кирилл это вообще наш выходец из Швейцарии, это наш женевский выходец. Он, по-моему, в 23 года здесь оказался. Я не знаю, каким образом. Это уже дело, так скажем, внутренней политики церкви и их иерархических ступеней. И, кстати, я, наверное, не совру и не скажу вам большие новости, что все эти вот иерархи наши, они все имеют погоны. Но, несомненно. А иначе он не нужен там. Он обязан подчиняться вот общей службе ГРУ. Ну, и как бы и органы, которые над ним. То есть военной разведке. Им подчиняются все вообще. И вот однажды они приехали вдвоем. Мы с Тамарой ходим парой. Алексей с Кириллом приезжают в чине еще митрополитчим, обличьим. Они приехали в Женеву. И был у нас прием большой один. Потом был, через некоторое время, это был большой прием. Он был в экуменистическом центре во Всемирном Совете Церквей. И тогда же я общалась с митрополитом Дамаскинесом, который возглавлял этот всемирный церковный орган. Он хороший дядька, грек был такой, интересный. Но у каждого свои тараканы, у каждого свои секреты. А со мной люди любят делиться секретами. Он уже умер, поэтому в любом случае не буду я делиться его секретами. Но однако же расскажу о другом. О том, что когда приехали вот эти мы с Тамарой ходим парой. Два друга, Кирилл и Алексий, они тогда дружили и были в ранге майоров. Алексий был точно, но про Кирилла тогда не могу сказать. Он так немножко, вроде как, поменьше был Алексия на тот момент. Это Алексий еще не был патриархом. Так вот, некая спецслужба, которая работала у нас в советской миссии, решила устроить мне не знаю что. То ли они устраивали мне такой экзамен, то ли они, наоборот, уже зная, решили меня просто разорить. Вот таким своим одним экспериментом. И один службист пригласил моего мужа на закрытую такую вот встречу митрополитов с несколькими. Ну, я не знаю, может быть, нас человек 30 было в зале с таким вот небольшим составом. Причем, когда закончилась эта вот партийная речь Алексия, я для себя тогда же отметила и кому-то писала, что Алексий прочитал нам партийную речь. Это было в духе именно ЦК КПСС эта речь была, а не совсем не митрополития. ЦК КПСС там и не пахло. Вот. Так вот, все это время Кирилл сидел в зале, уставившись на меня, просто вот так, не отрываясь. А я заерзала на месте, не зная, что такое. Это же монах. А что он смотрит на меня? На красивую женщину. Ну, насколько я понимаю, конечно, я не видела в его взгляде чего-то иного. Но вот большой интерес почему-то я вызывала. И вот закончилась вот эта вот партийная речь Алексея. У нас был прием в зале. Все пошли кушать тарталетки, быстро накладывать себе. Знаете, не успеешь набрать себе этой красной рыбы, семки или икры, то все, уже все съели, тебе ничего не досталось. Вот. Я, конечно, не очень. Может быть, еще, конечно, какой-то такой ритуал у меня был свой. Давай. Такой царский. Вот. Я, конечно, к столу не бросилась, аж пошла к столу уже позже. И вот, когда уже все разобрали, первая партия вся, вот эта из саранчи проехалась по столам, я пошла со своей тарелочкой. Нет, нет, я не стесняюсь никогда, вы не думайте. Я стесняться не буду. Но просто не хотелось участвовать в этой вот саранче, саранче поедании стола. И вот во втором раунде я подошла к столу и накладываю себе, конечно, беру самое лучшее, не беспокойтесь. И икорку взяла, и рыбку взяла, в тарталетках, все понятно, все было симпатично. И вдруг так раз, а за плечом-то у меня стоит митрополит Алексий. Который потом стал патриархом всей Руси. И вот он у меня здесь за плечом. Как реагировать? Когда, ведь мы же еще не знали тогда, что такое вот эти священнослужители, их саны, нас. Я не знаю, они нас не очень касались, потому что мы их просто не знали. И вдруг он совсем рядом, дышит в ухо. Но, не знаю, что делать. Я взяла свою тарелочку, отошла к мужу, встала под бачок. И нас было там четверо человек. Это вот этот службист со своей женой, который пригласил моего мужа на этот совершенно неожиданный для нас. Но мы ни с какого боку и припеку. Понимаете, мы сотрудники ООН. Мы никаким образом к вот этому митрополиту и к их церковным мы никаким образом. То есть это не наша стызя, это не наше направление. И вдруг нас пригласили. Ну, я и спросила мужа, а почему нас приглашают на такое вот званное мероприятие, совершенно узкое и закрытое? Мы-то при чем? Ну, друг ему пояснил, что нас пригласили на... Нас пригласили, потому что, чтобы просто поддержать друга, ему помочь. Ну, такое объяснение, конечно, вы понимаете, да? Я до сих пор помню имя этого человека, но не буду называть. Потом его, кажется, ранили уже... Были события у нас при развале СССР, были события у нас в Прибалтике, и там его ранили в ногу. Так что я помню тебя, мой дорогой друг. Вот. А что хочу еще сказать дальше, да? И вот я отошла к своему мужу, который стоял с вот этим службистом и его женой, и я подошла к четвертой. И вот мы стоим кружочком, а народ уже стал расходиться. А я говорю мужу, может быть, нам тоже уже пойти домой, чего нам... Дома трое детей. У нас родился сын в 1987 году, а это 1989, кажется, было. В общем, сыну было, ну, где-то около двух лет. Я говорю, пошли домой. Подождите, подождите, подождите. Ребята, говорит нам вот этот службист, подождите еще немножко. Ну, нужно здесь немножко покрутиться. Составьте мне компанию. Окей, хорошо. Мы составили компанию. Вот это вот наша личная, бывает иногда, помощь. Она всегда оборачивается хрен знает чем. И вот чем это обернулось. Подходит к нашему кругу тот самый митрополит Алексий. А Кирилл стоит сзади. А митрополит Алексий подходит к нам. И я стою с краю, конечно. Я же подошла, и у нас четверо. Вот, со своей тарелочкой. Тарелочку я уже съела и поставила. Вот, и в это время Алексий подходит и за руку здоровается. Вот он подошел за руку с каждым из нас, нас четверо. И каждому из нас дал руку, и с каждым из нас поздоровался. Сказал, вот этому службе стоял самый последний. Он ему сказал пару слов и пошел назад здороваться и прощаться. То есть это он подошел, здоровался, а теперь он прощается. За руку скажем. Ну это буквально в течение двух-трех минут было. А я-то как стояла первая, значит я уже теперь последняя. Он меня взял за руку и смотря мне в глаза своим волчьим холодным взглядом практически ничего не говорил. Он просто стоял и держал меня за руку. И настолько долго, что я, понимаете, когда, вот вы посмотрите, когда с Трампом здороваются, люди пытаются отодрать свою руку. Так и я попыталась, так робко-робко попыталась. Но, ребята, я еще молодая. Вы понимаете, это сейчас мне так легко рассуждать со своих мудрых лет пьедестала. Но тогда мне было сложно. Это же еще только начало. Мы даже не знали, кто такие священники. Мы же атеисты. А здесь миссия нам, наша советская партийная миссия, нам активно пропагандирует и для поддержания дает этих священников. И, конечно, я так, ну, а так как вот все-таки, понимаете, это что-то неизвестное. И зачем я буду чувствовать врага? У меня была в жизни все хорошо. У меня трое детей было на тот момент, и все замечательно. И я, конечно, с радостью. Но вот и стоим, и стоим, и стоим, и стоим. А он держит и держит меня за руку. Ну, так, в общем-то, я смотрю, народ-то стоит. Вот этот вот мой муж, стоит дальше жена этого человека, а дальше стоит этот самый службист. И все стоят совершенно спокойно. Знаете, как в таком вот тайном обществе, ордене, выбрали себе жертву. Ну, так примерно и я. Стою с вот этим будущим патриархом сия Руси за руку. Очень долго простояли. Я не могла понять. Я просто выключилась. Я смотря в его глаза, он обладал гипнозом. Я смотрела в его глаза, в эти холодные волчьи глаза, и он обладал гипнозом. Это я поняла. Так как мы были последними, все, он попрощался и ушел. Этот патриарх Алексий или митрополит Алексий, вот, он попрощался и ушел. И тут я ничего не подозреваю. Мы тут же собрались, я уже оглянулась, а зал-то пустой. Там, где он нашел прием, это небольшой прием в советской миссии был зал и пустой зал. Мы остались одни. И вот мы с мужем совершенно спокойненько, половина одиннадцатого вечера, но летом, женева вся светлая-светлая ночи. И мы с ним идем совершенно спокойно, радостно и в припрыжку. Хотя вот этот вот сюжетик у меня так держался в голове. И что вы думаете? На следующее утро я, как всегда, я ранняя пташка, люблю вставать рано. Я, как всегда, просыпаюсь в пять тридцать утра, чтобы сварить кашки своим деткам и накормить мужа. Я вот так радостно я вспрыгнула. И упала. И тут же упала назад в постель. И я сутки не поднималась. Я сутки не поднималась. Я сутки лежала в постели в красном каком-то бреду и жару. Ну, не буду теперь говорить, что он делал, потому что тот орган, который он пытался мне нарушить, он давал болевой эффект. Этот орган. Нет-нет, не женский орган, вы даже здесь не думайте. Это было нечто другое. Не буду сегодня говорить. Я об этом говорю на своих конференциях. Иногда рассказываю вот такие четкие, тонкие детали, за которые можно зацепиться и развязать узелочек. Так вот, я пролежала в бреду, таком вот в красном огне с температурой 42. При том, при всем, что мое тело это низкая температура. У меня пониженная температура. И давление пониженное, и температура пониженная. Такой я здоровый человек на самом деле. Вот такая ситуация у меня была с вот этим самым патриархом Алексием. Ну, хочу сказать, что они в это время, он подстраховывался сзади Кириллом. Кириллом 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 Субтитры создавал DimaTorzok